Добрый день. Сегодня я представлю вам информацию о развитии событий в течение последних дней, наблюдения нашей группы, которая собирала доказательства о правонарушениях нашей группы защиты прав человека в Арцахе. И мы расскажем также о военных преступлениях, совершенных азербайджанской стороной. Представлю вам информацию, которую мы зарегистрировали до сегодняшнего дня, начиная с 27 сентября. Как минимум у нас 37 гражданских смертей и 118 раненых среди гражданского населения. Один из раненых, самый последний, был зарегистрирован в деревне Аветараноц в этой ночи в результате ракетного обстрела со стороны Азербайджана. Позвольте также обратиться к ущербу причиненному инфраструктуре, материальному ущербу согласно предварительному анализу, предварительной оценке. Примерно 10 500 частных домовладений, магазинов и частной собственности было повреждено либо полностью уничтожено. У нас свыше 1500 единиц гражданской инфраструктуры было частично или полностью уничтожено. Это также общественные здания и производственная инфраструктура. А также свыше 1000 единиц движевого имущества было повреждено, в частности, это автомобили. Я хочу сказать, что все эти цифры и данные приблизительны и нуждаются в дальнейшем уточнении. Все это зависит от того, что военные действия продолжаются, и ущерб настолько огромен, что на данный момент невозможно представить уточненные данные, и мы представляем приблизительные подсчеты. Что касается жертв и раненых, у нас есть предварительные данные по гибели среди гражданского населения, особенно в тех районах и населенных пунктах, где состоялись вылазки азербайджанских диверсионных групп. Однако из-за продолжающихся военных действий пока невозможно предоставить уточненные данные. Тем не менее, риск довольно велик, особенно с учетом случая в Гадруте, когда двое мирных граждан были убиты, и видео об этом было опубликовано в азербайджанских суд-СМИ. Риск велик. Я имею в виду риск того, что могут быть еще некоторые случаи, потому что, согласно нашим данным, у нас есть из этих районов без вести пропавшие мирные жители. С учетом также того почерка, который мы видим и который подтвержден через различные доказательства, я имею в виду почерк, который применяют азербайджанские вооруженные силы, велик риск того, что эти гражданские лица либо погибли, либо подверглись насилию и ряду иных военных преступлений. Что касается развития событий в последние дни, я хотел бы сказать, что Азербайджан непрерывно подвергает ракетным авиационным обстрелом и ударом различные жилые населенные пункты. В основном, это плотный и регулярный огонь в сторону городов Мартуни, Мардакерт и окружающих населенных пунктов, а также Гадруцкий район и его населенные пункты периодически подвергаются артобстрелам и ракетным обстрелам, а также с определенной частотой подвергается артобстрелам Степанакерт. Вы, наверное, знаете о событиях, которые произошли вчера вечером и ночью. Согласно нашей аналитике, применялись ракеты Полонез, и нацелены они были явно и очевидно исключительно на мирную гражданскую инфраструктуру, включая производственные здания и здания гражданской инфраструктуры. В частности, были повреждены жилые дома, был поврежден газовый трубопровод большого диаметра и некоторые производственные помещения. Стало очевидным событием вчерашнего дня, что эта атака была намеренной, целенаправленной, и, опять же, она полностью квалифицируется как военное преступление, согласно Женевским конвенциям. К счастью, не было раненых и погибших, однако был причинен довольно тяжелый материальный ущерб. А детали мы пока еще уточняем и представим их чуть позже. В городах Мартуни и Мардакерт, как я уже говорил, периодически происходят обстрелы. Опять же, главным образом регистрируется материальный ущерб, потому что гражданское население проявляет осторожность. Все понимают, что риски велики, и в основном они скрываются в убежищах. Именно поэтому количество летальных случаев и раненых среди гражданского населения снижается, и нет тенденции к увеличению. Я бы сказал это так. Я бы хотел зафиксировать еще одну вещь. В последние дни интенсивно распространяются в азербайджанских соц. СМИ различные фото и видеоматериалы, которые главным образом являются истинными. Это не фейк-данные, как показывает наш анализ. На этих фото и видеоматериалах представлены различные военные преступления. И нечеловеческое отношение по отношению к телам погибших и по отношению к военнопленным. Есть случаи обезглавливания, и есть общая тенденция и случаи, показывающие, что азербайджанская сторона стремится возбудить нездоровый интерес по отношению к мучениям наших военнопленных. Эти фото и видеоданные показывают, что к военнопленным применяется физическое и психологическое насилие с тем, чтобы заставить наших военнопленных представить какие-то заявления, включая азербайджанская пропагандистская машина, что, опять же, является недопустимым военным преступлением и нарушает нормы гуманности, международные нормы гуманности, человечности и Женевские конвенции. В этом плане очень важно, чтобы международное сообщество обратило должное внимание на эти случаи с целью предотвращения их повторения в будущем и с целью обеспечения защиты прав военнопленных в Азербайджане и также с целью исключения дальнейшей правонарушения по отношению к телам армянских военнослужащих. В этом контексте очень важно подчеркнуть, что Азербайджан уже дважды отказывался соблюдать условия прекращения огня, перемирия, в результате чего не представляется возможным обменивать тела погибших и уносить с поля боя азербайджанские и армянские тела, передавать их родным. Это не человеческое отношение по отношению к телам погибших, и международное сообщество, и мы должны делать соответствующие выводы из этого, потому что складывается впечатление, что Азербайджан намеренно не соглашается на гуманитарное прекращение огня и его соблюдение, потому что он несет большие человеческие потери и не хочет, чтобы эти человеческие потери дошли до семей погибших и, соответственно, сформировали большой резонанс гнева в азербайджанском обществе. Хотелось бы отметить еще одну тенденцию. Как и в прошлом, так и сейчас, более явно проявляется стремление азербайджанских вооруженных сил держать под прицелом гражданскую инфраструктуру и дороги, имеющие жизненное значение. Делается это для углубления ощущения катастрофы среди арцовского населения. Вы, наверное, в частности, знаете, что вчера подвергся ракетному обстрелу город Бердзор, и это показывает стремление отделить Армению от Арцаха и держать под прицелом эту дорогу через Бердзор, связывающую Армению с Арцахом, чтобы по возможности прервать сообщения между двумя республиками, которые, как вы понимаете, имеют огромное гуманитарное значение. И еще одно обстоятельство. Азербайджанские власти, пропагандистская машина в последние дни стала активно публиковать пропагандистские заявления о положительном отношении к армянам, о возможности сосуществования, о возможности видеть Арцах в составе Азербайджана. Они, конечно, вызывают только скепсис, потому что, во-первых, будущее Арцаха исключительно в руках жителей Арцаха с поддержкой граждан Армении, конечно, потому что мы являемся жителями Арцаха, мы решаем нашу судьбу, и мы решаем судьбу нашего Отечества. Соответственно, не может быть никакой речи о том, чтобы жить, или о возможности жить в составе Азербайджана. Это просто исключено. Во-первых, потому что у нас есть исключительное право жить на своей родине. И, во-вторых, в течение десятилетий азербайджанские власти ввели такую политику, которая углубила в азербайджанском обществе уровень ненависти по отношению к армянам и сделала просто невозможным мирное сосуществование двух народов в обозримом будущем. И, говоря о мирное сосуществование, я также имею в виду даже простое общение независимого статуса страны. И ярким доказательством этого является огромная волна ненависти по отношению к армянам, проявленная во время этой войны и на поле боя, и в соцсетях. Когда публикуются какие-то фото и видеоматериалы со стороны Азербайджана, иллюстрирующие нечеловеческое отношение к нашим военнопленным и телам погибших, мы видим, какая «радость» бытует в азербайджанском обществе сегодня. Поэтому необходимо, как можно раньше, прекратить пропаганду этой ненависти, если Азербайджан думает о том, чтобы быть с нами соседями. Об этом должно задуматься и международное сообщество, потому что оно ответственно за все это. Оно ответственно, так как в течение лет, десятилетий, было очевидно, что эта пропаганда ненависти может привести к взрыву и к гуманитарной катастрофе во всем регионе. Хотелось бы также вкратце отметить, что за этот период команда нашей сотрудники из Офиса по защите прав человека продолжала делать свою работу. Мы составляли разные отчеты. На прошлой пресс-конференции я уже говорил, что один закрытый доклад мы представили международным организациям. Он касается нечеловеческого отношения. И скоро мы опубликуем второй закрытый доклад. Также мы опубликовали отчет по атакам на Шушинский храм спасителя, Сург Казан Четсоц. Этот отчет готов, он уже распространен среди соответствующих правозащитных организаций. И здесь наша аналитика показывает, что имело место намерение осуществить психологическую атаку через удары по той церкви, которая имеет особое символическое значение для духовной жизни армянства. На этом все. Я буду держать вас в курсе новостей. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Телекомпания «Армения», я попросил бы вас в общих чертах рассказать о том, имеют ли эти военные преступления какие-либо прецеденты в других военных конфликтах, где мы имеем турецкий след, есть ли какой-то общий почерк, общие тенденции. Я бы не смог сейчас представить вам профессионального сравнения, так как я не проводил подробного исследования военных преступлений в рамках этих конфликтов. Однако то, что турецкий почерк здесь очевиден в этих преступлениях, не подвергается сомнению. Это проявляется и в том, что все это похоже на те проявления, которые мы видели во время сирийского военного конфликта, в частности, обезглавливание, нечеловеческое отношение к военно-пленным, недопустимые пропагандистские высказывания и методы, то есть психологический террор по отношению к нашему обществу и так далее. Однако самое важное обстоятельство, которое делает турецкий почерк видимым, заключается в том, что террористические турецкие и азербайджанские силы имеют очевидную цель достичь геноцида, актов геноцида по отношению к арцахскому населению. Как вы знаете, Турция в течение многих лет осуществляла политику геноцида по отношению к турцам, к армянам и другим народам, и сейчас продолжает осуществлять на Ближнем Востоке. Я попрошу вас дать советы и рекомендации нашим пользователям в соцсетях. Пожалуйста, скажите активным пользователям в соцсетях, какое правильное отношение надо проявлять к теме военных преступлений, особенно к теме гуманитарной катастрофы. Что вы им посоветуете? Какие будут настояния и рекомендации, конечно, исходя из вашего опыта? Мой самый главный совет и большая просьба заключается в следующем. Те фото и видеоматериалы, которые публикуют азербайджанские соцсети, не должны привноситься в армянское информационное поле, так как по большей части они имеют пропагандистскую цель, и они направлены на внутреннюю аудиторию Армении и армянства, включая некоторые леденящие душу изображения и видео по военным преступлениям. И хотелось бы, чтобы наше общество не видело всех этих материалов, потому что их задача – осуществлять психологическую диверсию по отношению к нашему обществу и защитникам нашей Родины. Вот это самая главная задача. Если мы сможем соблюдать, так сказать, информационную гигиену, то будет гораздо сложнее для них осуществлять психологическую диверсию по отношению к нашему обществу. И еще очень важно – доверять официальным источникам. И любую новость проверять перекрестным образом с несколькими источниками, сверять с официальной информацией и только после этого верить этому. На этом все. Хорошо. Спасибо большое за внимание.